Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот последние буквально года три этот вопрос стал очень остро. А сколько же стоит то, что мы производим? И конкурентно ли оно с тем, что мы покупаем у кого-то на стороне? И мы очень активно начали считать, сколько стоит собственное производство внутри нашего ритейла и давать собственнику информацию о том, дорогие мы, дешевые. Стоит ли нам конкурировать со сторонниками или проще еще брать где-то на стороне и приносить этот продукт? И тогда, когда мы посчитали, то начали задуматься, что с этим делать, потому что конкурентное преимущество наше никто не отменял. И поэтому вопрос, собственно, расчета полной себестоимости и оптимизации полной себестоимости вышел на первый план. И здесь мне хочется пригласить эксперта, неоднократного уже участника, да, Алексей? В нашей конференции это основатель компании AF Production Food, Алексей Дыченков. Пожалуйста. Раз, раз, раз. Работает прекрасно. Так, всем добрый день. Что я хотел сегодня рассказать? Тема попалась, как всегда, которую я не очень хотел, но... Тема попалась, которую я не очень хотел, но приходится. Прекрасно. Полная себестоимость. Я просто очень давно в производстве сам по себе, и вопрос действительно полной себестоимости производственной, он долго не массировался так, как массируется сейчас, потому что действительно есть альтернативные поставщики, которые могут предложить лучше, дешевле, не быстрее. По качеству точно такие же, но при этом, может быть, у них там проблемы с полной себестоимостью за счет объема. Они наращивают себе выручку, и при этом они могут конкурировать с вами. Да, то есть у нас проблема сейчас ключевая, то, что у нас есть кратный рост сырья, у нас сырье не растет. То есть сырье растет быстрее, чем инфляция полочная. Так было всегда, потому что если мы будем расти с такой же скоростью, то вряд ли покупатель это сильно оценит, когда сегодня 100, завтра 200. Да, то, что официальная инфляция, это вообще для меня интересная цифра, когда там подорожало все на 50, а по факту 7,5, но у них, да, то это влияет все на итоговую, конечную себестоимость. Я здесь хотел проговорить, наверное, ключевое, из чего он складывается, складывается из чего, да, это там сырьевая себестоимость, расходы на персонал, расходы на аренду и так далее. Да, классический пенель. Здесь важный момент, наверное, основной из важных моментов, сырье, это понятно, с сырьем нужно работать, мы до этого дойдем, но это с точки зрения меня, как производственника, меньше волнует в оптимизации, потому что мне важно остальные косты сократить. Да, все-таки закупка есть закупка, ей нужно поставить задачу, она, по идее, должна ее выполнять, но при этом там с определенными условиями. Да, то, что у нас сейчас влияет на полную себестоимость, это отсутствие плана производства, я про него буду говорить, наверное, больше всего, потому что без плана производства оптимизировать полную себестоимость невозможно, это иллюзия. Да, выполнение персоналом работы не по квалификации, это я тоже потом расскажу, нерациональное использование паковочных материалов, здесь понятно, холостая работа оборудования, отсутствие плана ТАИР. Первое, наверное, основное, а и закупка, понятно, не квантом, а закупка более дешевые аналоги, которые не всегда оказываются в итоге дешевле. Да, это факторы, влияющие на потери, это потенциально избыточный ассортимент, когда мы можем готовить 5 килограмм какого-нибудь продукта в параконвектомате, при этом тратить... Раз, раз, так лучше? Отлично. 5 килограмм какого-нибудь ассортимента, который в принципе никого не нужен, но нравится там собственнику, из-за этого все готовят, но при этом никто не видит его реальную себестоимость, потому что как бы он зарывается внутри самого производства. И когда начинаешь раскладывать, ты понимаешь, что тот ассортимент, который действительно нужен, и тот, который вот эти 5 килограмм, они как бы сильно убыточны. И когда начинаешь полную себестоимость выкатывать, там люди начинают задумываться. Нерациональное использование оборудования. Здесь, как пример, допустим, очень у многих стоит еще рациональ, когда он возился, он с давлением. Используют его без давления, тем самым просто увеличивая время приготовления. За счет того, что увеличивается время приготовления, увеличивается количество потраченной электроэнергии. Ну, то есть здесь все взаимосвязано. Быстрый вывод ассортимента здесь имеется в виду то, что мы сначала ввели, не успели его оттестировать, надо уже выводить. У нас осталась упаковка, этикетка, мы не проработали в итоге ассортимент полностью, не проработали его полную себестоимость, потому что, в принципе, не успели. Потому что проверяют, как хотят, чтобы сразу здесь и сейчас были продажи. Но такого, к сожалению, не бывает. Малый объем выпуска, не отработана технология приготовления, излишние процессы. Это когда мы сварили картофель, потом его помыли, еще раз сварили. Ну, то есть вариантов много. Я там дальше расскажу. Когда реально избыточные процессы влияют на полную себестоимость. Потому что мы все равно задействуем поваров, мы все равно задействуем электричество, воду и так далее. Нерациональное использование цехов, закупка сырья впрок, не всегда это выгодно. Есть варианты, да, действительно, когда там фуры закупить, рис для суши дешевле, чем покупать его там по 5 килограмм условно. Да, но есть история с заморозкой. С заморозкой не всегда выгодно покупать фурой, потому что в итоге вы храните эту заморозку у себя, и она тоже, она заморозка со временем становится дороже. И именно дороже, а не дешевле, потому что электричество постоянно нужно там ротировать, ее искать, эти в 20 тоннах найти, попробовать ассортимент. Достаточно тяжело, который нужно сейчас сротировать. И в итоге у вас получается, что вы можете закупить эти 20 тонн, а потом на выходе получить, что вывели ассортимент. И куда-то нужно будет это тоже перерабатывать. Неправильно подобранная упаковка, но это с точки зрения самой упаковки, то есть когда у нас там 10% продукции, то есть там 50% продукции, а 10% упаковки полупустой. И отсутствие описанных бизнес-процессов. Это тоже важный момент с точки зрения именно производства, чтобы люди понимали, что за чем идет и как, куда они бегут. План производства для меня важен в простом моменте, потому что у нас без плана производства появляется волнообразная работа. Что значит волнообразная работа? Это когда у нас там с 9, с подачи сырья до 6 вечера, допустим, идет маленький поток, а потом, когда время упаковки приходит, у нас взрывается диаграмма вверх, и мы в этот момент начинаем в панике все готовить, отгружать и говорить, что там не хватает оборудования. Либо там оборудование действительно работает на износ, но при этом все остальные там 18 часов, оно не так сильно загружено. Также план производства влияет на приготовление. Ну, то есть у нас, допустим, с вами идет, ну, как пример яйцо, допустим. Да, оно идет там в салаты какие-то, но если мы его варим вот в таком объеме на целый параконвектомат, потому что меньше нету, опять замена? Теперь оранжевый, интересней. То у нас получается с вами, что фактически вот эти яйца, которые отварные были в параконвектомате, они становятся золотые. Но об этом никто сейчас не считает, это все считается в конце месяца, как обычно, да, как полная себестоимость, ты смотришь в конце месяца, накручиваешь, думаешь, ну да, электричества много, надо что-то с этим делать. Это в лучшем случае, а в худшем просто, ну да, и все, на этом заканчивается. То же самое с приготовлением, то есть почему важен план производства? Потому что я должен в определенное время знать, что мне нужно готовить и в каком объеме. Для того, чтобы избежать как раз недозагрузки того же оборудования, избежать излишних процессов, когда если есть оборудование, которое может, допустим, тестомес, который делает 200 килограмм, то и квант нужно на замес и выставлять на 200 килограмм. Потому что мы понимаем, что там замес происходит полчаса, за полчаса там замешалось, следующие 200 килограмм, либо менять там на миксер более маленький, там по 100 и пошел. Но как только мы начинаем замешивать там по 50 килограмм, это дольше процесс, меняется качество и увеличивается стоимость. То же самое, допустим, вот как пример рис для суши. Варить его в параконвектомате гипотетически это выгоднее. Гипотетически, но качество, пока я поставлю, ну, допустим, 20 уровней шпилька, 20 уровень шпилька, 20 уровневая шпилька, пока я выставлю 10 уровней, у меня нижний рис уже наберет влаги больше, чем верхний, который я только-только замочил. Соответственно, на выходе, да, быстро, параконвектомат удобно, но все 10 уровней, которые будут вариться, они все будут разные. Для кого-то это не сильно важно, допустим, с точки зрения качества, да, для кого-то это сильно важно. То же самое по электроэнергии. Варить, допустим, в параконвектомате в 20-ке, который ест там 40 киловатт, и варить тот же объем, но в профессиональных рисоварках, которые в лучшем случае, если в 3 поставить, ну, 15 киловатт займет. Ну, то есть есть большая разница. По времени будет то же самое, только единственное, что мы сразу насыпаем риса ровно столько, сколько нужно, сразу понимаем цикл, но через весь этот цикл, не нарушая, продвигаем. Это как минимум мы сокращаем время работы поваров, они понимают, что нужно там через, там сейчас запоставил, через 20 минут перемешал, через 20 минут отдал там дальше на упаковку нигири, условно. Чем вот такая история? Потому что тоже как до заказа, есть же такое любимое слово до заказа, когда заказывают там по килограмму, по два, по три, и там производство кое-как начинает. Особенно если оно при магазине, это вообще любимая история. Принесите, пожалуйста, еще 2 килограмма салата оливье. И люди начинают их резать, тратить, при этом не считая, что они потратили электроэнергию так же, как будто они сделали 100 килограмм этого оливье. Электричество, то же самое, как будто 100 килограмм. И когда ты начинаешь все это рассчитывать, то появляется другая картина. Почему именно план производства, почему я на нем делаю упор? Потому что без плана производства тяжело что-то спрогнозировать. Я все-таки должен понимать, что мне в 2 часа нужно сделать оливье, условно, в таком-то объеме, в 3 часа в таком-то объеме я должен сделать еще что-то, и под это я должен выстроить всю цепочку. Тогда я понимаю, что вот этого оборудования, наверное, мне не надо, потому что я не успеваю на нем делать, и у него большие потери. Потери тоже. Мы же любим на робокопах, которые там ресторанные, делать объемы, которые фабричные. Да, режет, да, хорошо. Но только качество нарезки, потери, которые после стока дают, они в разы больше. И это учитывается только тогда, когда начинаешь проверять. А почему у меня потери там под 30% в технологических картах заложены? Также планирование помогает определить, какие ресурсы нужны здесь и сейчас. То есть начиная от сырья, во сколько его нужно подать, и заканчивая экспедиция, во сколько я должен подать готовую продукцию. Также история с персоналом. То есть персонал должен понимать, что, то есть не то, чтобы понимать, персоналу надо давать точную установку, что он должен с часу до двух сделать такой-то ассортимент, ну, в таком-то объеме столько-то нарезать, столько-то сделать. С двух до трех он должен сделать это и так далее, и так далее. Тогда это работает. Как только мы даем вот эти бумажки, потому что спустился бригадир, он такой, так, наверное, оливье в два, наверное, а может быть в три, а может в четыре. И вот он так пишет, и потом, получается, мы, а, срываем время, б, мы не понимаем полную себестоимость, потому что мы не знаем, во сколько, что они делали и как они делали. Потому что начинают, есть такая история, когда они не успевают, и это не спланировано, то все повара моментом прибегают в одно место и начинают доделывать этот салат. Один режет, второй, не знаю, моет в этот момент, хотя при правильной цепочке это бы должен был сделать один сотрудник. Оптимизация ТТК, да. Контроль себестоимости на каждом переделе с учетом трудозатрат, а также машинозатрат. Здесь важный момент, то, что нам технологические карты должны все-таки разбиться в виде матрешки. То есть каждый процесс должен быть отдельно. Для чего? Для того, чтобы можно было контролировать стоимость этого процесса. Если мы не знаем, ну, знаете, есть такие технологические карты, я наверняка уверен, что вы с ними сталкивались, когда у тебя брут-то нет, и все вот таким монотонным списком. Кто там, что там, для чего там, где эти потери, зачем эти потери там зарыты? Непонятно. Все-таки это должна быть матрешка. В матрешке есть каждый передел полуфабриката, который можно контролировать и нужно контролировать. Только на этом этапе вы поймете, а не лишнее ли это движение, что мы, допустим, петрушку сначала моем, потом режем, потом еще раз моем, я условно, либо сушим. Да, вы поймете в моменте, когда составите матрешку, где у вас потери в трудозатратах и, соответственно, полной себестоимости. То же самое без матрешки. Невозможно сделать план производства полностью, потому что мы банально не знаем, из чего он состоит, какие полуфабрикаты надо, чтобы раскрутить потребность. Оптимизировать производственный процесс для уменьшения времени и трудозатрат. Исключить многократную обработку, нагревание и охлаждение. Например, допустим, я не помню, где-то я был, делали баланес. Сначала варили пасту, охлаждали, логично. Потом делали основу баланес, охлаждали, соединяли. Все звучит нормально, все нормально, кроме одного. Когда следующий этап, они все это складывают в упаковку, опять начинают сдозировать вместе, тоже логично. Сверху посыпать сыром, тоже логично. Да? Даже ничего не кажется такого странного. Ну, кроме одного, но. Это же можно было сократить, можно же сразу было охлаждать в той же упаковке, допустим. И охлаждать сразу же, с учетом того, что сейчас баланес идет не как вода, вот как у нас там, паста вряд ли от этого переварится. Просто распасовал и отдал сразу, просто сократив время варки за счет того, что ты потом будешь это охлаждать. И выкладывать соус сверху. Ну, то есть скорость увеличивается в два раза. Просто нужно посмотреть, как это сделать по-другому. Я прекрасно понимаю, что сейчас вы можете сказать, что нет, паста переварится. Они не успеют положить, не так. Если у нас варится паста условно 10 минут, и мы после этого ее охлаждаем, у нас есть время, когда шокер еще не упал в состояние минус 40 для того, чтобы быстро его оптимизировать. Сначала 18, минус 40, 18. В этот же момент можно просто сократить на одну минуту время варки до 9 минут, выкладывать сверху этот фарш, потому что это фарш, и загонять сразу в готовом лотках. Вы исключите двойную работу, как минимум это первое. Это варка, а потом сборка. А здесь будет сразу сборка и охлаждение. Потом выставляй их и дальше кати. Не отработаны технологии приготовления, излишние процессы. Мы были в городе Брянск, я знаю такой город, прекрасный город. Там производство работает под рестораны. Только под свои рестораны, она делает заготовки, что логично. И собственник там поставил задачу, чтобы они вплоть до петрушки разбирали на производстве, отправляли уже готовую завакуумированную петрушку на рестораны и на свои бары. Они это делали, пока не начали считать, что, оказывается, руками нужно обдирать эту петрушку. И там одно дело, когда повар на ресторане может там один листик отодрать и бросить. А другое дело, когда ему нужно 50 килограмм на производство этого обдирать, стоять. Они от этого отказались. Ну, то есть это потому, что процесс, который не приносит ценности продукции. Увеличивает, да, но никак не приносит ценности. И то же самое с излишними процессами, что у них сначала, по-моему, щеки это были говяжьи, которые варятся там по 4 часа. Они их сначала жарили, потом закидывали в сковородку и также тушили 4 часа. Потом они все это отвакуумировали и отдавали на рестораны. И в ресторане это вскрывали и опять обжаривали для того, чтобы придать колеру, потому что он тушился 4 часа. У меня возникал вопрос, зачем вы тогда сначала его в принципе жарите, потому что качество не поменяется. Вы все равно это тушите потом 4 часа. В итоге они поменяли процесс. В ресторанах никто разницы не заметил, потому что в принципе у тебя как в вакууме приходила монотонная продукция, которая там не видно серого цвета. Так она и осталась приходить. И там все равно продолжили та же, но уже на ресторане только обжаривают. То есть мы исключили процесс, который в принципе не нужен, когда стоит повар, там в потун переворачивает эти щеки. Работа с оборудованием. Использование оборудования с максимально возможной загрузкой. Это о чем я говорил, то есть если параконвектомат может 20, нужно стремиться к тому, чтобы он всегда был загружен на 20. При использовании задействовать весь потенциал, это о чем я начал говорить, если есть давление, то лучше использовать с давлением, потому что это реально. И там одно дело тушить полтора часа, другое тушить 40 минут. Выбирать энергоэффективное оборудование, плиты, холодильники. Мы же раньше никогда не смотрели, когда покупали домой, почему там написано А++, либо А+, либо там С и так далее. То сейчас я думаю, что это стоит там очень остро. Допустим, стоят те же индукционные плиты в отличие от обычных. Когда одна плита моментом может нагреться и передать теплопередачу, сделать намного больше, чем обычная плита, то только на одной плите четырехкомфорочной в год можно сэкономить до 40 тысяч рублей. Просто на одной плите. Работа с сырьем тоже люблю. Не хотел эту тему трогать, все-таки должны закупщики заниматься этими процессами на производстве. Но в любом случае, я за историю того, чтобы каждый занимался своим делом, когда это возможно, ну и когда это логично. Допустим, в Москве, в Подмосковье можно закупать и чищенные, и резанные, и отварные овощи сразу. То же самое в Питере это можно делать. И это выходит экономически эффективнее, потому что у меня нет дополнительного оборудования, у меня нет поваров, которые занимаются. Их главная задача помыть упаковку, как она пришла, вскрыть и дальше начать работать. Колбаса нарезанная. Понятно, что есть боль с крабовыми палочками, их до сих пор почему-то выпускают в замороженную, но в слюде. Разбирать сам приходится. Но в целом, оценив потери при нарезке, допустим, если мы берем, не знаю, колбасу не нарезанную, а начинаем резать ее сами на слайсере, то это электричество, это повара, это ошибки, потому что он может настроить его не так. Вряд ли вы поставите там слайсер за полтора миллиона, который стоит на мясо перерабатывающих заводов, который может на автомате это делать. Выставляйте толщину и скорость нарезки. А здесь сам будет ручное. А как только появляется слово ручное, появляются ошибки. То же самое, допустим, с яйцами. Вот хороший пример, причем я знаю, Даша на табличке ее просто редактировал. Ну, я ее просто приводил в наши цены в текущие, в реальные. Да, и здесь надо понимать, что если покупать, допустим, яйца необработанные, не мытые, мыть самим, либо закупать сразу мытые яйца, то вот нижняя строчка нам говорит о том, что ценой-то выгоднее закупать сразу мытые. И так с каждым продуктом. То есть, когда начинаешь пересчитывать, у нас был проект, где со мной долго спорили о том, что они будут сами чистить картофель, сами будут чистить морковь. Причем в объеме там по 2,5 тонны в день. Они мне рассказывали, что это будет выгодно. Такое ощущение, что у меня там поле стоит сзади, и они сами собирают. Я согласился, мы спроектировали цех, оставили. Через полгода пришла история с тем, что они возвращаются и говорят, да, можем цех переделать, он не нужен. Просто сейчас каждый занимается тем, что может и умеет хорошо. За счет объемов можно стараться получить наилучшие эффективные цены. На то или иное сырье. Также спецификация сырья. Почему важно, допустим, собрать спецификацию сырья, вот как справа вариант. Потому что колдовщикам, допустим, им все равно, что принимать по сырью. Условно помидор желтый, желтый помидор красный, красный, красный. Калиброван он, не калиброван, начинаются другие вопросы. То же самое закупщик. Он же приходит, ему нужно набить качество. Допустим, апельсинов. Апельсины должны быть одного калибра. Это знает производство. Потому что как только другого калибра приходит, оно не лезет в машину. Начинается излишний процесс резки этого апельсина, чтобы его туда впихнуть. За счет этого увеличивается процесс и стоимость. С точки зрения закупщика, он выполнил свое. Он закупил по 20 рублей. Все довольны. С точки зрения производства, мы еще 20 рублей сверху положили на все, чтобы эти апельсины нарезать, разрезать пополам, добавить, потерять больше качества, потому что шкура у кого-то толще, у кого-то меньше и так далее. Поэтому важно иметь спецификацию сырья. И спецификацию не просто сырья, а той, по которой они действительно будут работать. Если баклажан вам нужен 15 сантиметров, то он и должен приходить 15 сантиметров, потому что дальше это превращается в рулетик полуручной. Если он будет меньше, то рулетик не выходит уже по весу. А поварам счастье-то какое? Выкладывать вместо одного лепестка два сразу. То есть мы увеличиваем процесс сразу поварам. И так с каждым. Не только с баклажаном, так и с любым продуктом. Мы взяли помидоры, которые дешевле. Но в них больше сока. Ну, больше воды. Не сока, у нас помидоры по вкусу жданы, не помидоры. Начали их пробивать. У нас получается, вкуса нет, вода есть. И в итоге мы начинаем что-то добавлять, чтобы хоть как-то вкус помидора сделать похожим. То есть мы опять добавляем излишние процессы, которые, в принципе, можно было бы, избежав, закупить помидоры на 5 рублей дороже. Либо огурцы, среднеплодные, длинноплодные. Вроде бы длинноплодные не сезон дорогие, среднеплодные дешевле. Но когда ты начинаешь это делать в ролл, в тот же, тебе нужно уже вместо условно одного куска класть по 4, потому что нужно будет собирать. Как только мы начинаем класть по 4, мы теряем эффективность веса. Потому что в одной можно подогнать, что я там условно 20 грамм, то 4 будет каждый раз разный, потому что огурцы тоньше. И самое важное, мне кажется, это аналитика. Именно с точки зрения BI, наверное, аналитики, ну и в любой вообще аналитике, важно всегда собирать данные, те, которые вам будут нужны. Например, мы поставщиков не оцениваем как надежных, то есть мы оцениваем наоборот как надежных, но мы не оцениваем, что зарыто внутри. Никогда. То есть он вроде привозит всегда в срок, всегда по той цене, которая нужна. Всех все устраивает. Кроме производства, потому что там внутри с каждых 100% у тебя 20% каких-то скрытых потерь, которые либо закладываются в технологическую карту, либо возвращаются. Но возвращаются очень редко, поэтому, скорее всего, все зарыто в технологическую карту. Как только мы начинаем зарывать технологическую карту, мы автоматом увеличиваем стоимость. И для того, чтобы это не было, конечно, нужно контролировать каждый день, иметь спецификацию, иметь то, сё. Но для того, чтобы дальше это контролировать, нужно все-таки иметь аналитику, чтобы можно было присваивать, не знаю, рейтинг этим поставщикам, рейтинг поставкам. Что этот привозит систематически хорошо, но 10% отходов. Этот привозит всегда хорошо, но у него 30% отходов. И из этого строить уже свою закупку, свой портфель. Потому что я прекрасно понимаю, что большинство, допустим, торгуются. Там сахар торгуется, лосось торгуется. Но когда привозят по торгам за 10 рублей, всех вроде всё устраивает с точки зрения цены. Но с точки зрения эффективности этого сахара, который привезли за 10 рублей, могли за 15, но он будет уже сеянный внутри, без всяких тряпок и всего остального. Это же мы тоже потратим электричество, мы потратим руки, которые будем перебирать. То есть мы потратим потом, чтобы это перефасовать. И в итоге выходят те же 15 рублей, но только с нашим геморроем. А не сразу закупить то, что готово. Я вложился во время? Вроде да. Да, всё нормально. Я пытался подсократить, либо подувеличить. Мне кажется, не надо сокращать, было совсем ничего. Коллеги, есть вопросы, потому что тема достаточно важная, и она такая живая. Сейчас есть возможность задать эксперту вопросы, есть время. План производства, всё, что нужно. Нет вопросов. Алексей, а как людей учитывать? Поголовно. Я имею в виду трудозатраты. Поголовно. Поголовно.